Друзья всем привет с вами канал охотничье братство я приехал сегодня подготовку места для охоты на детях за мной непосредственно охотиться сам ток пока конечно на нем никого нет к вечеру они прилетят моя задача сейчас оставить что лишнее утро замаскировать и положить все необходимые вещи в него и уже по утру зато прийти и уже начать охотиться так что давайте начнем подготовку шалаша буду использовать прищепки цеплять сетку к палатке и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не отключаемся Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Одного взял Сперва подранил Пытался улететь Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что всю ночь шел дождь, прям вообще всю ночь, начиная с вечера, с 9 вечера он начал идти, идти и до самого, до самого на полчетвертого он шел. Я вообще думаю, что ничего не прилетит. И без 25 пришел первый таковик, пришел пешком, не прилетел, пришел пешком. И созвал всех остальных. Конечно, на этот такой я хочешь не в первый раз. Не в первый раз. Достаточно уже, наверное, лет так 6-7 я на него хочешь. Но это, наверное, один первый, единственный раз, когда на этом такую, но такую, только 6 штук. Но это очень мало. По неизвестным причинам. Конечно, самое большое, то, что я брал на такую, это было 2 штуки. Самое большое. Обычно один и все. На этот ток я больше, в принципе, и не езжу. Одного такого козача взял, и все. И потом езжу, например, ищу другой ток. И на нем охочусь. Почему так мало птицы? Непонятно. Но я уже говорил, что хотел добыть молодого петушка. Молодого. Я его приблизил на камеру, и видно было, что бровки были маленькие. И он не активно себя вел. Он в стороне сидел, нахохлився и не таковал. А вот здесь, вот это, видно, что вот такое у нас. Видите? Вот такие у нас бровочки красивые. Ну, я тоже хочу сказать, что эта птица не сильно взрослая. Лира у него маленькая, наверное, прошлогодний. Нет, двухгодовалый, наверное. Двухгодовалый петушок. Первый выстрел пришел по низу, дернул, наверное, лапописи перебил. Ну, а второй уже, второй, второй пришел уже по месту, и он упал. Вот. Вот такие вот дела, ребята. Там, вдалеке, такуют косачи. Бормочет, в принципе, неплохо. Можно сходить, посмотреть. Может, там тот получше, может, они как раз половина туда ушла, половина сюда осталось. То есть, ну, расстояние, надеюсь, небольшое. Можно сходить, посмотреть. И уже в следующий раз поохотиться там. Вот. Ну, на этом, друзья, все. Спасибо, что смотрели этот небольшой ролик, посвященный охоте на тетеревином таку. Ребят, я вот, честно слово, советую вам поохотиться на этом таку. Даже, вот, если честно, так не хотелось стрелять, но... Ну, пришлось стрельнуть, взять вот этого красавца. Так что, друзья, не прощаемся. Пишите ваши комментарии, как у вас проходит охота на тетерева. Каким методом, как вы используете, что вы делаете. Строите шалаш из подручных материалов. Или так же, как я, используете палатку старую, вашу восьмерку. Вот. Пишите комментарии в инстаграм. Пишите просто сообщения в инстаграм, вконтакте. Будем общаться с вами. Все, друзья, подписывайтесь на канал Охотничьего Братства. Будьте с нами с Охотничьим Братством. Всем ни пуха, ни пера.